В этой рубрике мы говорим о тех, кто хочет набрать вес, сделать тело рельефным и красивым. Многие мужчины с завистью вздыхают, глядя на плакаты бодибилдеров. При этом постоянные тренировки не помогают накачать такие же мышцы. Все дело в том, что для строительства новых клеток организму не хватает определенных веществ, получить которые с пищей не так-то просто. Тем более, что в современном мире человеку сложно правильно питаться. Часто не хватает времени, сил, а иногда и желания для того, чтобы кушать полезные продукты. Для быстрого восстановления после тренировки организму нужны белки, жиры и углеводы, причем в достаточном количестве. Чтобы набрать нужную калорийность, придется съесть очень много. На помощь людям приходит специальное спортивное питание. Сразу говоримся, это не стероиды и не запрещенные препараты, которые влияют на рост мускулатуры на гормональном уровне. Спортивное питание полезно для нашего организма, делает цену из продуктов, которые мы едим, но содержание необходимых веществ в таких питательных комплексах гораздо выше. Организм состоит из клетки, а клетки для поддержания своей жизнедеятельности нужны питательные вещества. Мы, по сути, и пищу-то обычно едим для того, чтобы оттуда взять белки, жиры, углеводы, витамины, минералы. Съедая порцию протеина, вы получаете именно то количество белка, которое нужно, исключая из этого излишки жира, калорийности и так далее. Спортивные добавки – это незаменитель пищи. С помощью белковых коктейлей можно лишь сбалансировать свой рацион. Кушать обычную еду все равно надо. Представим человека весом 100 кг. Большой вес. Где-то нужно в среднем 2 г на килограмм веса белка в день. Если набирать это из обычных приемов пищи, то при трехразовом питании поступает примерно около 80 г, а должно быть 200. То есть из 200 минус 80 – это 120 г еще нужно где-то добирать. Что делать в таком случае? Можно увеличить количество приемов обычной пищи. Можно использовать спортивные добавки. Есть протеин – это чистый белок, которым нет калорий лишних. Он хорош для людей, кому нужна сухая масса. Есть гейнеры – это белково-углеводные смеси. Там повышенная калорийность. Хорош для людей тех, у кого сложность с набором вообще масса. Спортивное питание бывает разным. Не стоит думать, что создано оно только для бодибилдеров и качков. Специальное питание необходимо при любых занятиях спортом – аэробике, плавании, боксе или дзюдо. Выбор того или иного комплекса зависит от целей, которые перед собой ставит человек. Возьмем если протеин. Он делится на несколько видов. Это есть протеин сыворочный. Сыворотка делается из молока на сырных производствах. Есть козеиновый, тоже из молока. Это белок более длительного действия. Сыворотка – это более быстрая усвояемость. Он нужен с утра, после тренировки. Козеин хорошо принимать на ночь. Потому что в течение ночи происходит большое восстановление организма. Организму тоже нужна подпитка. Чтобы тяжелую пищу не есть, представьте, допустим, на ночь съесть какую-то порцию блюда. Это же тяжело будет организму усваивать. Выпили протеиновый коктейль. Все необходимые аминокислоты поступили в организм. И организму есть из чего брать и строить себя. Спортивное питание абсолютно безопасно при условии, что вы принимаете его согласно инструкции. В хороших американских школах специальные добавки дают даже детям после уроков физкультуры для более быстрого восстановления организма. Также есть специальные добавки – это креатин. Креатин – это одинозимтрифосфорная кислота. Это как для машины топливо. Также креатин для мышц является топливом. Принимая его, спортсмен может увеличить интенсивность. Есть силовые показатели, показатели выносливости. Есть также жиросжигатели, помогающие снизить вес. Есть аминокислоты отдельные. Они чем отличаются от протеина? Тем, что это разветвленные аминокислоты. Попадая в организм, они идут сразу на построение. Протеин, попадая в организм, он расщепляет сначала на аминокислоты, а потом уже из этих аминокислот строятся те молекулы белка, которые свойственны человеку. Особый вид спортивного питания – гейнер. Он состоит из смеси белков и углеводов. В первую очередь этот продукт подойдет людям с худощавым телосложением. Кроме всего прочего, существуют посттренировочные коктейли и предтренировочные комплексы. Постренировочные комплексы – это восстановительные. То есть принимая такой комплекс, он, как правило, отличается тем, что там уже нет никаких таких вот препаратов на повышение. Там больше восстановитель. Это аминокислоты, это БЦАшки, это глютамин. Это то, что помогает организму быстрее восстанавливаться, набирает и питательные вещества. БЦА – это аминокислоты с разветвленной цепью. Это валин, лицин и изолицин. Это непосредственно те аминокислоты, которые участвуют в образовании мышечной ткани. Помните, хороший результат зависит от того, насколько правильно вы подобрали себе питательный комплекс. В магазине «Олимп» работают грамотные специалисты, которые всегда помогут вам с выбором. Мы всегда поможем подобрать правильный комплекс, правильный сбалансировать рацион и помочь в достижении тех задач, которые стоят перед спортсменом или перед каждым человеком в отдельности. Сеть спортивных специализированных магазинов «Олимп». Экипировка для единоборств, одежда для бодибилдинга, спортивное питание, спортивная атрибутика. Широкий выбор и самые низкие цены. Мы находимся по адресу. Город «Электросталь», Ногинское шоссе, дом 2. Торговый центр «Атак», второй этаж. Телефон для справок. 8-926-683-83-73. Теперь магазин «Олимп» есть и в Ногинске. Ждем вас по адресу. Улица Рабочая, дом 59. Торговый центр «Мегаполис», второй этаж. Телефон 8-916-342-0-342.